Приветствую! Все из нас внимательно смотрели видео с генераторами Триэли Капанадзе, причем десятками раз, а многие даже и сотнями раз, каждый раз пытаясь понять, как он это делает. В последних версиях его генераторов вся начинка тщательно замаскирована, точнее спрятана в глухой корпус. Но на ранних версиях, вспомним хотя бы те же самые ролики с аквариумом и зеленой коробкой, там хоть что-то да видно. Огромное количество людей собирается на различных форумах, посвященных свободной энергии. Всех нас мучает один и тот же вопрос. Как же это повторить? Как нам самим сделать такие же генераторы? Я тоже заболел этой темой. И чем больше я посвящаю времени этому вопросу, тем сильнее убеждаюсь, что нас специально уводят от правды. И вполне возможно, решение находится у нас под самым носом, а мы в упор не видим этого. Давайте рассмотрим один из вариантов возможного устройства без топливного генератора Капанадзе. Вот уже наделавшее в Рунете много шума, и что самое странное, скрываемая, а точнее игнорируемая схема. Это инерционный сварочный аппарат Буденного. Спросите, а при чем тут сварка? Сейчас поймете. Даже само название уже необычное. Не инверторный, а инерционный. Может, автор тем самым намекает, что тут используется не совсем классическая схема? Действительно. Смотрите. На входе мы видим колебательный контур, далее идут бифилярные катушки и даже искровик. У меня есть предположение, что, возможно, Ториэль просто доработал такой сварочный аппарат. А теперь вспоминаем ролик с аквариумом. Там хорошо видны как минимум три катушки, причем намотанных, как и на этой схеме, секциями. Теперь вспоминаем видео с зеленой коробкой и снова смотрим на схему. Один из проводов из зеленой коробки проходит через искровик и далее на катушку и с этой катушки снимают полезную мощность. Ну как? Считаете это просто совпадением? Идем дальше. В схеме сварочного есть массивный трансформатор особой конструкции. А есть ли что-то похожее у Капанадзе? Снова возвращаемся к ящику из оргстекла и смотрим, что там видно, когда оператор снимает нижнюю часть устройства. И видим, что там довольно крупный предмет, точнее их даже два. И они со всех сторон, кроме дна, тщательно замаскированы старыми платами от ламповых телеков. Мне один спец даже точно сказал, что это платы видеоусилителей. И послушайте еще и звук, когда подключают гирлянду из мощных лампочек. Ясно слышно гудение трансформатора, причем перегруженного. Если его генератор действительно имеет основу в виде такого сварочного, то для запуска необходимо давать довольно мощный импульс тока и напряжения. Вот почему для запуска Ториэль подключает странную коробочку и жмет кнопки. Батарейка просто не способна дать такой импульс. Вот он и упрятал в коробку мини-преобразователь. А если в основе действительно сварочный, еще настроенный на резонанс 50 Гц, то, наверное, и генератор синуса в этой коробочке есть. И заметьте, что он запасную батарейку в руках держит. Выходит, заряда батарейки хватает лишь на несколько запусков. Когда такой сварочный работает от сети по своему прямому назначению, то резонанс на частоте 50 Гц обеспечивается прямо из розетки. А в случае самозапитки нужно чем-то это поддерживать. Вот вам и использование мощных транзисторов для генерации 50 Гц на входе. Обратите внимание вот на эту осциллограмму. Такое происходит на катушке У2. И тут снова совпадение. Давайте этот отрезок осциллограммы несколько раз повторим и склеим в одно целое, в один непрерывный сигнал. И теперь уберем лишний мусор из линий. Спросите, а это зачем? Не так давно один человек, тоже занимающийся исследованиями в области репликации генератора, мне прислал вот такую осциллограмму. Получили ее путем фильтрации звуковой дорожки с ролика, где демонстрируется возможности зеленой коробки. И если сравнивать эту осциллограмму с той, что мы восстановили по схеме сварочного, то видно, как они похожи. Что там, что тут, вначале идет всплеск, резкий и медленно изошумленный спад. Ну как, вы по-прежнему считаете, что это просто совпадение? Я предлагаю все тщательно обдумать, обмозговать эту версию и сделать соответствующие выводы. Спасибо за внимание.